Всем привет! С вами Базилио, канал FreshLife28 и сегодня я вкратце отвечу на те вопросы, которые можно ответить кратко и которые не требуют, скажем так, больших длительных роликов. Поехали! Итак, вопрос первый от человека с ником Риз. У меня такой вопрос. Алкоголь и бодибилдинг. Возможно ли выливаем ты, кроме полного отказа? Занимаюсь полтора года, сейчас не пью больше двух месяцев, в общем-то и не тянет, но хотелось бы получить ответ. Честно сказать, тут вопрос такой. Чего вы хотите? То есть, если вы хотите выглядеть действительно офигенным, то тогда бодибилдинг и алкоголь категорически никак не сочетаются. Потому что алкоголь крайне резко негативно влияет на синтез белка 1 и на метаболизм это 2. А как вы знаете уже, непосредственно скорость обмена веществ и питание это 75 процентов успехов в бодибилдинге. Я даже допускаю, что когда вы поднимаете веса, у вас могут расти рабочие веса. Но внешний вид сделать себе такой, что на вас вот девушки оборачивались на пляже и говорили вау, да? Бухая и одновременно занимаясь бодибилдингом не получится. Особенно, если вы не профессиональный спортсмен, у которого там за спиной 20 лет стажа, который я знаю, что некоторые из них употребляют алкоголь. Ну, запрещенные препараты, и они как бы при этом еще могут вполне вполне прилично выглядеть. Но это крайне вредно и думаю, что вам это не светит. Ну, мне в общем-то тоже, да? Давайте пойдем дальше, что у нас есть. Здравствуйте, Антон, говорит Николай Петров. Вопрос про тайм-менеджмент. Слишком разнообразие рациона питания. Как найти баланс? Ежедневная готовка отнимает слишком много времени. Готовить вперед на три дня, набивать контейнеры работает, но рацион становится жутко однообразным. Да и семья не в восторге. Значит, по поводу того, как общаться с семьей, будет отдельный ролик. Это я обещаю, потому что на самом деле, как бороться с друзьями, которые говорят, ну возьми сигаретку, ну выпей стопочку, ну чего ты же заслужил, да? Это отдельная статья. И особенно, как бороться со своими домашними. Потому что от друзей можно изолироваться, там скажем, избавившись не столько от друзей, сколько на самом деле от собутыльников. А вот от семьи очень трудно. Поэтому будет отдельный ролик. А по поводу разнообразия рациона питания, как найти баланс? Давайте я вам расскажу, как я нашел баланс, да? Я, как уже во многих роликах говорил, старательно стараюсь всех вас направить на мысль о том, что зацикливаться на еде, на разнообразии не надо, да? Еда это всего лишь одна из частей жизни. Можно зацикливаться на музыке, на каких угодно удовольствиях. Но если еду воспринимать как удовольствие, обязательно она должна быть разнообразной, обязательно такая, обязательно такая, да? Не знаю как. То есть, если вы считаете, что удовольствие от еды должно составлять большую часть вашей жизни, ну тогда и тратьте большую часть вашей жизни на еду. Чудес не бывает. Ну вот. А так, чтобы потреблять пищевые наркотики, которые вам так это учтиво предлагает наша промышленность и прочее. То есть, ну, тогда забудьте про то, что вы будете выглядеть хорошо, да? Значит, что делаю я? Я на самом деле варьирую все исключительно за счет углеводов. То есть, у меня, допустим, один день рис, только рис. Второй день, естественно, рис с белком, с травой, там, с огурцами, не знаю, с чем. То есть, ну, с качества углеводов, как основное блюдо, да, которое соединяет 60% там полу непосредственно колоража, да? Это, допустим, рис, потом греча, потом красный рис, макароны с твердых сортов пшеницы. То есть, я не готовлю чего-то, да? То есть, я оперирую непосредственно углеводами. А белковый набор, да? То есть, это творог, желток, куриная грудка вареная или индейка, ну, вот, что-то частично со спортпитом, ну, вот, яичница обязательно на завтрак, да, там, из 6-7 яиц, там, один желток. А белковый набор продуктов, он постоянно одинаковый, да? То есть, он постоянно одинаковый, на мою массу тела примерно посчитан. Меняю я каждый день только углеводы. То есть, один раз я ем бурый рис, другой день я ем гречу, третий день я ем макароны, потом коричневый рис, там, и так далее, и так далее. Вот я их меняю. Получается, что готовить приходится один раз в день. Значит, что такое готовка блюда для бодибилдера, да? То есть, для меня. Я не заморачиваюсь на понятии вкусно. Мне неинтересно кушать и какать. Я это уже проходил в своей жизни. Я был жирным, да, все знают мои фотографии. Я это уже прошел. Я ставлю себе галочку, что у меня это было. Мне неинтересно больше, да? Поэтому вот бросить там пять пакетиков с гречей по 60 грамм каждый и 15 минут поставить на таймер на плите, как я это показывал, это не сильная готовка. Это отварилось все. Я даже посолить иногда забываю. Ну, нравится вам посолить. Но найти баланс на самом деле невозможно. Баланс вы ищете не в тайм-менеджменте. Баланс вам надо искать непосредственно со своими желаниями. Баланс между тем, насколько вы хотите быть офигенным, да? Насколько вам просто интересно поиграть в эту игру жизнь? Это же игра, да? Мы все равно все умрем. Какая разница, она качественная или толстая? Вопрос просто в том, что это игра. И вот найдите баланс в этой игре. Насколько вы хотите. Вкусно кушать? Или просто ради интереса взять, прохакать, похакать, взломать свою систему генетическую, которая заточена на получении удовольствия, и сказать, а я буду получать удовольствие? Но другим способом я буду офигенным. Не в тайм-менеджменте дело, а в ваших приоритетах. Так что вот так вот. Так, едем дальше. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сушиться? Об этом ничего не знаю. И вообще, надо ли мне это делать или еще сбросить вес? Мой рост 176 сантиметров, а вес 75 килограмм. Благодаря вам, кстати. Да-да, большое спасибо. Так, дружище, смотри. 176 сантиметров, вес 75 килограмм. Совершенно очень правильный ты задал мне вопрос. Вопрос правильный в том, что надо ли мне вообще это делать? Дружище, не надо. При росте 176 и весе 75 килограмм. То есть, ну, я не знаю, кто-то, по-моему, Стас Лендавер, да, называет это резьбой по кости. Да, то есть, я это называю мумифицированием или сушением костей, да. Ни в коем случае не надо сушиться. Пойми, что вот сушка – это процесс сгонки подкожного жира при максимальном сохранении мышечной массы. 175 сантиметров, 76 вес, 75. У тебя мышечной массы, излишне гипертрофированной, которую надо сохранять и сушить, соответственно, нет. Ее просто нет. Сушиться имеет смысл при 176, когда ты будешь минимум килограмм 100 весить. Вот я сейчас 172, мой вес 95 где-то, 96 килограмм, да, то есть, я не могу сказать, что я сухой, потому что я сейчас пытаюсь набрать, да, сушиться, я буду со 110-105. Я занимаюсь уже там не первый год. Ну вот, и, в общем-то, фотографии с моей формой с этого лета я уже выкладывал, да. Ну вот, 176-75, во-первых, ты не просушишься. Почему? Потому что наш жир горит непосредственно на сковородке, и в роль сковородки играет наши мышцы, да. Они непосредственно основной источник того, где сжигаются вот эти вот жирные кислоты, да, при липолизе, в мышцах. При 176 сантиметрах и 75 килограммах веса тушка тебе досконально прорезаться красиво не даст. Ты будешь реально бухенвальский крепыш. И то до конца жир ты не сгонишь. Поэтому мой совет, ближайшие два года, не меньше, спокойно тренируйся, херачь, нажирай массу, следи за питанием, учись качаться и учись жирать. И оно всё придёт. То есть, дальше ты уже сам поймёшь, когда это надо. Ну вот, моё мнение, что при 176 веса 75, вот пока до 95 до 100 не доберёшь, не надо сушиться. Вообще не надо. Ну вот, на самом деле таких вопросов очень много, да, то есть там от ребят, которые, вот они хотят совсем-совсем-совсем мало жира, да, но вот и при росте 175, то есть вес 70-75, там 80 даже, то есть ребят сушиться мало. Года через два тренировок можно говорить о сушке, да. Ну вот, поехали дальше. Так, девушка Алина. Не до развод, новая работа, регулярно высаживающий мозг близкий, безусловно, не лучше из побуждений. В итоге состояние волнения, тревоги. В результате в какой-то момент просто срываешься и начинаешь кушать то, что не положено. Даже после всего одного такого вечера вес скачет на килограмм, а после приходит ощущение никчёмности и депрессии, ибо заветная мечта о кубиках разбилась. И непосредственно вопрос у Алины стоит про зажор. Итак, в ближайшее время, давайте я вам немножко расскажу, да, в ближайшее время будет ролик о том, чем заменить алкоголь. Ну вот, ваша проблема очень похожа. То есть первое, проблема зажоров. Давайте посмотрим на проблемы зажоров. Проблемы зажора, это когда человек начинает есть и не может остановиться. На самом деле здесь причины две. Причина та, которая вызывает это, и непосредственно сам же зажор, как уже привычка. То есть сам зажор, это классический пример зависимости, да. Притом зависимость, как и у алкоголика, в такой стадии отличается тем, что человек не в состоянии контролировать употребляемый продукт, который он зависит. То есть алкоголик не может остановиться, как я, на стопке водки, да. Поэтому ему нельзя пить вообще. Если я выпиваю стопарь, то всё, через полгода я под забором. Это гарантированно проверено уже не одним алкоголиком. Но вот, даже 25 лет не пьющий алкаш, если он выпивает стопку, он скатывается. Но вот, то же самое здесь. То есть когда человек не в состоянии контролировать продукт, еду сладкое, неважно что даст, если он ест и не может остановиться, это зависимость. Но сегодня я вам расскажу о том, что нужно делать, почему она возникает, эта зависимость. Итак, смотрите. У нас есть такая штуковина, как вегетативная нервная система. То есть это система, которая отвечает за сужение, расширение зрачков, за пищеварение, за чистоту дыхания и так далее. Она, грубо говоря, делится на два отдела. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Ну вот, симпатика, симпатический отдел, это как раз учащенное дыхание, когда надо сражаться, бежать, адреналин, кортизол, суженные зрачки. Ну вот, парасимпатическая, она, соответственно, это пищеварение, отдых, релаксация, это построение, синтез белка, это спокойное дыхание, расширенные зрачки, расслабленность и так далее. И как вы уже догадались, эти два состояния, то есть активности, парасимпатическая не может быть одновременно активной симпатической системы. То есть симпатика, парасимпатика, они антагонисты. Ну ладно. Значит, что у нас происходит при таком бисе, который является бичом 21 века? То есть началось в 20-м и в 21 веке просто бьет все рекорды по болезни. То есть неврозы, неврозы непосредственно, тревожные расстройства и так далее. Причина этому тревога, да. При всем при том, что тревожиться вроде бы как бы и нечему, у нас все замечательно, да. Но вот эти тревожные состояния, когда наш инстинкт самосохранения сам надумывает себе проблемы, или даже если есть проблемы, он делает из мухи слона, из кроты кротовины, значит, городу из кротовины. Ну вот. Тревожное состояние, оно автоматически не бывает без симпатики, да. То есть без активации симпатического отдела вегетативной нервной системы тревоги не будет. Ну вот. То есть не будет вот этого нервяка стресса. Любой стресс это всегда активация симпатического отдела вегетативной нервной системы. Значит, что происходит? Как я уже сказал, симпатические и парасимпатические отделы, они антагонисты. То есть если одна из них превалирует в своей активности, вторая автоматически уменьшается. И наоборот. Что у нас происходит при еде? Человек начинает есть. Как только он поел, повышается уровень глюкозы, да, в крови. То есть там человек чувствует насыщение. Активизируется парасимпатический отдел, который отвечает за пищеварение и отдых. И человек автоматически чувствует расслабление и понижение уровня тревоги от стресса. Все. Круг замкнулся. Находиться постоянно в стрессе невозможно, да. То есть там постоянный стресс, постоянная реакция негативная на что-то, на какие-то раздражители или самосебе накручивания. Тем более вы говорите, у вас были в общем-то не очень-то сладкие вроде развода, новые работы. И высаживающих мозг близких не очень, скажем так, это все хорошо влияет на вашу нервную систему. То есть у вас четко, совершенно фиксируется мостик, взаимосвязь. Вкусно поесть или много поесть, или поесть то, чего не нужно, неважно. Это уже мы будем говорить о доминантах, о доминантах очагах коры головного мозга. Об этом будет отдельный ролик. Это кроугольное понятие силы воли. Почему я не люблю, скажем так, силу воли. У вас создается четкий, совершенно взаимосвязь, мостик. Поесть, набить брюхо, избавиться от стресса. Поесть, набить брюхо, избавиться от стресса. Поскольку жить постоянно в стрессе невозможно, вы неосознанно, как и все люди, неосознанно активируете парасимпатический отдел вашей вегетативной нервной системы для того, чтобы усыпить симпатику. Усыпили симпатику, стресс ушел. Можно расслабиться, спать. В результате потом, поскольку все-таки цели-то у вас мозги, вернее, сознание вас ставит, цели кубики, там рельеф, там красивая фигура. В результате потом, после того, как вы успокоились, вы начнете себя накручивать. Я слабак, там, блин, воли нету, ай, дипра, ай, горе, оно все, еще больше жрать, еще больше жрать, еще больше стресс. Что это? Замкнутый круг. Так вот, чтобы не было этого замкнутого круга, бороться надо с двумя вещами. И начинать надо бороться непосредственно с вашим тревожным состоянием, с вашим стрессом. Если вы не можете понизить уровень стресса, вы можете понизить, скажем так, уровень вашей реакции на эти стрессовые ситуации. Но я не врач, не имею права вам этого говорить. Вы можете, я советую вам, настоятельно советую, прежде чем бороться с зависимостью от еды, а это зависимость. Об этом мы говорим подольше. То есть, если вы отрицаете факт зависимости, это тоже болезнь, называется анозагнозия. Я буду говорить об алкогольной анозагнозии, когда будет, все-таки, я обещаю, анонсирую, будет цикл роликов об алкоголизме и о том, как бороться с алкоголизмом. Я вам крайне рекомендую обратиться к психотерапевту по поводу борьбы со стрессом. Как только вы решите, каким образом вы поборете стресс, ваши отношения к этим всем проблемам, которые есть, врач вам поможет, он на то и врач. Только обратитесь к хорошему врачу, а не к шарлатану, который не к психологу, это гуманитарий, который ничем не занимается, а к психотерапевту. Пожалуйста, это разные вещи. Обращаться надо к психотерапевту, не к психологу. Как только вы решите вопрос непосредственно с вашей реакцией на стресс, можно будет непосредственно решить вопрос уже с вашими зажорами, если они не уйдут сами автоматически. Ну вот, поэтому это не только ваша проблема, это проблема 95% людей, которые ко мне обращаются. То есть, что такое? Значит, нервы, стресс, активно-симпатическая система, симпатическое дело вегетативной нервной системы. Ну вот, мы поели, все, стресс ушел. Но обжорство есть обжорство. То есть, это, в общем, зажирать свои проблемы, это, несмотря на то, что механизм имеет место быть и вполне обоснованный, то есть, ничего хорошего из этого не получается. Решать надо проблемы со стрессом, а потом уже с зависимостью и с вашим обжорством. Так, ну что ж, на сегодня, я думаю, что это все. Ребята, хватит. Вот, я рассказал, вернее, ответил по возможности на те ролики, на которые можно было кратко ответить на моем сайте freshlife28.ru. Не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь, если вы смотрите мой канал на ютубе, freshlife28.ru. Заходите на сайт, оформляйте рассылку на сайте freshlife28.ru. Там я говорю непосредственно все о том, как начать новую жизнь с понедельника, не бросить ее во вторник. От телостроительства. Сейчас будем разговаривать об алкоголизме, о зависимостях, об тайм-менеджменте, обо всех этих вещах. С вами был Базилио. На сегодня это все. И всем пока. Будьте здоровы и красивы.